Безобразие. Безобразие у нас полное. Мусор, это инфекция, это все. Ни многочисленные угрозы, ни штрафы, ни даже лишения лицензии, видимо, никого не пугают. От кировчан продолжают поступать все новые жалобы на мусорный коллапс во дворах. Горадминистрация сегодня отказалась хоть как-то комментировать ситуацию. Нагадала на 3,5 миллиона рублей. Злоумышленница из Москвы продавала волшебную воду и мыло, а кировские пенсионеры с готовностью отдавали за них сотни тысяч рублей. Хоккеистам Родины помог неизвестный. После его кляузы в прокуратуру спортсменам выдали просроченные зарплаты на 9 миллионов рублей, коротковажным в рубрике «Короткой строкой». Если тротуары будут укладывать в снег, то ничего страшного, оказывается, не случится. Сегодня в дирекции дорожного хозяйства ответили на массовые жалобы кировчан на затянувшийся ремонт городских тротуаров по федеральной программе. Городское освещение достаточное, но очень чувствительное к погоде. Сегодня специалисты Кировсвета ответили на жалобы кировских водителей и на плохую видимость на дорогах города по вечерам. О событиях вторника 2 октября расскажет информационный канал «Город». Студия Артем Миронов. Здравствуйте. Ни многочисленные угрозы, ни штрафы, ни даже лишение лицензии, видимо, никого не пугают. От кировчан продолжают поступать все новые жалобы на мусорный коллапс во дворах. Ранее Илья Шульгин неоднократно угрожал ответственным за вывоз мусора управляющим компаниям штрафами и несколько нерадивых оштрафовал в ходе своего рейда по контейнерным площадкам. Одна компания вообще лишилась лицензии. Но даже после таких мер мусорная проблема никуда не пропала, а стала набирать все большие масштабы. Из всех районов продолжают поступать жалобы на новые свалки у мусорных площадок. Все подробности в материале. Появилось где-то с месяца назад, когда убрали три бачка. Раньше было пять бачков, и была чистота и порядок. Старшая по дому на Некрасово 36 Марина устала видеть под окном большую свалку и устала жаловаться на нее в управляющую компанию. Ведь контейнерная площадка закреплена за тремя домами, а выбрасывают мусор в нее со всего района. Говорит, в последние дни картина стала совсем некрасивой. Мусора рядом с баками так много, что он стал разлетаться по всему двору. Безобразие. Да, безобразие у нас полное. Я не знаю, вот мы все время тут ходим и... Все время такая свалка. Все время такая вот свалка. Бачки увозят. Больше, да? Мусор, это инфекция, это все. На милицейской 64 похожая ситуация. Только мусорных баков на контейнерной площадке вообще нет. Вместо них огромная гора бытовых отходов. Ответственная за эту площадку управляющая компания вывозит мусор самостоятельно на тракторе. Рабочие с уверенностью говорят, что контейнеры отсюда специально убрало спецавтохозяйство. Якобы за долги управляющей компании. Контейнеры-то есть вообще? Нету. А нет? Нет, за хуест тогда. А почему вывез? Говорят, что долги, но хотя долгов нету. А с управляющей компанией не хотят заключать договор. А эта мусорная площадка находится во дворе дома на милицейской 39. Местные жители жалуются на нее на протяжении последних нескольких месяцев. Две недели назад здесь побывал глава городадминистрации Илья Шульгин. И перед его визитом все до блеска было вычищено. Мусора здесь не было. Однако спустя две недели, как мы видим, ситуация повторяется. Горы мусора лежат прямо рядом с двумя контейнерными бачками. Сейчас приезжает машина. Она раньше, вот, те недели убирала где-то хотя бы раз в два дня этот мусор. После того, когда тут уже скандал разразился. Сейчас они, вот, уже четвертый день этот мусор стоит. Тут уже бегают бродячие собаки. Бегают крысы, бегают тарканы. Стоит напомнить, что проблема кировского мусорного коллапса тянется еще с весны. На большие дворовые свалки кировщане с тех пор регулярно жалуются в социальных сетях. И там чуть не каждый день появляются новые адреса. Последние – это улицы Лепси, Володарского, Московская, Солнечная, микрорайон Ленгасова. Ранее в городской администрации утверждали, что мусорный коллапс в городе создали сами же управляющие компании. Накопили большие долги перед спецавтохозяйством и теперь вообще не собираются их гасить. В самих же управляющих компаниях придерживаются другого мнения. Якобы именно САХ необоснованно завысил тарифы на вывоз отходов. Впрочем, сегодня в городской администрации так и не внесли ясность в суть происходящего. Но пообещали это сделать в ближайшие дни. Артем Миронов, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город». Прогадали 3,5 миллиона рублей на такую сумму. 20 пожилых кировщан закупились у московской мошенницы водой и мылом. По данным МВД, одна из пострадавших заплатила почти миллион за бутылку якобы лечебного эликсира. Лжецелительница задержана в Москве. Подозреваемая представлялась прорицательницей, ведуней, экстрасенсом и предлагала ряд услуг от снятия порчи до породления жизни и исцеления. При этом повлиять на судьбу пенсионеров мошенница обещала дистанционно по телефону. Для закрепления результата, по версии следствия, пострадавшим предлагалось пить целебную воду и использовать волшебное мыло, которое подозреваемая продавала за фантастические суммы. Таким образом, прорицательница за 25 минут зарабатывала по 800 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее на съемной квартире в Москве. Следователем УМВД России по городу Кирову было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении задержанной избранной меропресечения в виде заключения под стражу. Похищенное средство злоумышленница обналичивала через банковские карты своих знакомых. Это, по версии следствия, еще один преступный эпизод отмывания денежных средств. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. Кстати, кировчане на этой неделе могут побороться за звание самых наивных россиян. Стало известно и про пенсионера, который без всякого сомнения перевел мошенникам более 600 тысяч рублей. Хоккеистам Родины помог неизвестный. После его кляузы в прокуратуру спортсменам выдали просроченные зарплаты на 9 миллионов рублей. Подробности в рубрике «Короткой строкой» далее в нашем эфире. Задолжали 9 миллионов. Игрокам Кировской Родины полгода не платили зарплату. После обращения некоего гражданина в прокуратуру Октябрьского района была проведена проверка и выявлены нарушения. Оказалось, что 35 сотрудников автономной некоммерческой организации Центра развития хоккея с мячом Кировской области не получали зарплату с января по июль текущего года. После внесения прокурорского представления игроки наконец свою зарплату получили. А вот за нарушение трудового законодательства руководство заплатит куда меньше. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей. Не только мак, но еще коноплю и галлюциногенные грибы выращивали в собственных квартирах несколько кировчан. В городе стартовал третий этап совместной операции МВД, городской администрации и Россельхознадзора МАК-2018. В результате прошлых проверок было выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Также в одной из квартир Кирова был обнаружен наркопритон. В отношении собственника жилого помещения возбуждено уголовное дело. Помимо квартир участники рейдов продолжают осматривать и садовые участки. Экскурсии по Кирову станут еще доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Студенты ВИАДГУ разработали специальную карту туристических городских маршрутов. С ее помощью инвалиды смогут узнать, куда и как легче всего добраться, а какие места в городе совсем неудобны для посещения. В скором времени карта будет добавлена в базу сервиса ГИС. В городе появится 11 новых пешеходных переходов. Один из них уже обустроен по улице Некрасова, 27. Там заасфальтированы подходы к проезжей части, улучшено освещение, а до конца октября будет нанесена разметка и установлены знаки. Кроме того, до конца года нерегулируемые переходы появятся на перекрестках Труда и Свободы, Труда и Володарского, Профсоюзной и Заводской, Преображенской и Горбуновой и четырех других. Регулируемые пешеходные переходы оборудуют на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Герцена и на Московской 120 взамен двух нерегулируемых. Весьма буйную парочку остановили сотрудники ППС на Октябрьском проспекте. Водитель пытался прокатить на капоте полицейского, супруга лихача хотела разбить камеру, а пассажир подраться с журналистом. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение. На перекрестке улицы Дзержинского и Октябрьского проспекта путь 14-й преградили сотрудники ППС. Полицейский увидел, что водитель пьян, попросил на него документы, но лихач поехал вперед. И лишь в последний момент удалось выдернуть ключ из замка зажигания. Нарушителя задержали. Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, документы. Я вас предупреждаю об уголовной ответственности. Успокойся, пожалуйста. Не отжигать, а отвечать ему теперь придется в суде. Мужчине грозит штраф и лишение прав. В Мутнинске в одном из домов обнаружили погибшим 30-летнего мужчину. Следователи выяснили, что накануне происшествия вечером они выпивали вместе со своим 26-летним ранее судимым знакомым. Мужчины поссорились. Приятель ударил потерпевшего ножом в грудь. Подозреваемый в убийстве задержан. В Мутнинске возбуждено уголовное дело. В Нововятске подосовку на улице устроили водители красного «Опеля» и «Лады». Бойцы боролись сначала на капоте иномарки, затем на асфальте. Потом один из дрочунов поинтересовался, почему они вообще дерутся. На этом битва прекратилась, мужчины успокоились и разошлись. Если тротуары будут укладывать в снег, то ничего страшного, оказывается, не будет. Сегодня в дирекции дорожного хозяйства ответили на массовые жалобы кировчан на затянувшийся ремонт городских тротуаров по федеральной программе. Несмотря на то, что все сроки ремонтов давно вышли, подрядчики не сделали и половины от запланированных работ. На сегодняшний день из 20 объектов принято только 9. Ведь специалисты уверены, что на остальных работы ведутся ежедневно. Впрочем, рабочих на местах ни журналисты, ни жители ни разу не видят. С какой интенсивностью здесь рабочие появляются? Что это делают? Я еще ни разу не видел. Меня не видел. Ну, я совершенно не наблюдаю, но я думаю, что интенсивностью два года один километр. Ремонт тротуаров на улице Московской тянется уже больше месяца, но отремонтирована лишь часть пешеходной тропы. Оставленные после подрядчиков грязные месива прохожие обходят рядом по такой же грязи. Местные жители говорят, во время дождей рабочие здесь не появлялись и в результате не уложились в сроки. Еще в более печальном виде тротуар на улице Ленина. Все, что сделали подрядчики там, превратили старый тротуар в военные окопы, потом все зарыли обратно, а блоки новой брусчатки лежат рядом нетронутые. В дирекции дорожного хозяйства говорят, что за такой бардак подрядчики уже оштрафованы. Это помимо тех штрафов, которые направлены организациям за просроки ремонта. Кстати, в дирекции дорожного хозяйства все эти проблемы объясняют дождливой погодой и нехваткой рабочих. Специалисты не исключают, что брусчатку подрядчики будут класть даже в снег. Но не видят в этом ничего страшного. Ну ведь как погодные условия, позапрошлым году у нас 14 октября снег лег, потом растаял. Если по укладке брусчатки, то по большому счету ничего страшного нет. То есть снег разметается, если песчаное основание уложено, бордюрный камень поставлен, то это не мешает, не препятствует укладке брусчатки. Сейчас подрядчики должны привести в порядок 11 городских тротуаров на Московской, Труда, Ленина, несколько участков в Нововятском районе и в Ленгасово. В дирекции дорожного хозяйства надеются, что подрядчики успеют завершить все работы до 20 октября. Напомним, в этом году на ремонт городских тротуаров по федеральной программе было выделено больше 50 миллионов рублей. Городское освещение достаточное, но очень чувствительное к погоде. Сегодня специалисты Кировсвета собрали много журналистов, чтобы показать, как они меняют лампы на фонарных столбах. Заодно в компании ответили на жалобы кировских водителей и пешеходов на плохую видимость по вечерам. В Ленгасово накануне во мрак погрузились целые жилые кварталы, дороги и дворы. Специалисты Кировсвета объяснили происходящее плохим техническим состоянием фонарей в том районе и пообещали все исправить в ближайшие дни. Кроме того, признались, что хлопот им этой осенью добавила ветреная погода. Якобы в других районах города освещение пропадает из-за обрыва проводов, но и там все восстанавливают в течение суток. Аргументы специалисты нашли и для всех тех, кто считает, что в Кирове вообще есть проблемы с освещением, когда из-за тусклости водители плохо видят пешеходов, а пешеходы – водителей. Была проведена замена светильников в свое время ДРЛ на натриевое. Это было проведено по всему городу. В среднем освещенность по городу одинаково выдерживается. Замеры мы проводим обязательно каждый месяц. То есть мы контролируем это число, это по ценам соотношений. То есть мы контролируем эту ситуацию. Ну, по светильникам, я так понимаю, сейчас находится на стадии обсуждения. Вопрос замены натриевых светильников на светодиодные. Ну, я не могу в данном случае ничего сказать. Это вопрос сейчас рассматривается. И какие-то результаты вы узнаете позже. Впрочем, насчет тусклого освещения города недавно высказался и глава городадминистрации. Более того, Илья Шульгин поручил проработать вопрос полной замены желтых ламп накаливания на белые, экономичные и светодиодные в Кирове. В первой волне обновления освещения планировалось заменить 24 тысячи светильников. Но в Кировсвете сегодня признались, что за два месяца до запланированного старта вопрос еще не решен. Таким был этот вторник, 2 октября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 470706. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин